Как избавиться от ощущения кола между лопаток? Какое значение симптом этот имеет для человека? И как собственными руками избавиться от формирования такого симптома? Плюс к этому, я вам объясню, почему такое состояние может быть и как вы можете своими руками впредь избавиться от его появления. Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко, я доктор медицинских наук, профессор, врач восстановительной медицины. Жена мне все время говорит, сделай лицо подобрее, будь добр с людьми, жалей людей. Мне хочется вот так вот сделать, но у меня это не очень получается, потому что у меня сейчас есть ощущение кола между лопаток. На самом деле у меня нет кола между лопаток, потому что я очень серьезно отношусь к своему, извините, здоровью и знаю, что ощущение кола между лопаток очень психически раздражающее, очень физически истощающее, очень энергетически обесточивающее, обесточивающее симптом человека. Почему и по какой причине появляется ощущение кола в спине и между лопаток? И какие причины и какие средствия этой проблемы могут нас ожидать? Вот у меня, господа, учебник анатомии, но чуть-чуть моложе меня. И что мы читаем? Что причиной появления такого ощущения, как кол между лопаток, является патология мышечной петли грудной клетки. Патология мышечной петли грудной клетки. А мышечная петля грудной клетки, она не одиночна, она групповая, потому что она проходит между определенными группами рёбер, образует определенную структуру подвижности нашей грудной клетки, без которой мы не можем полноценно дышать. А неполноценное дыхание приводит к нарушению сатурация. Нарушение сатурации приводит к изменению мозгового кровоснабжения. Дальше рассказываю? По-моему, и так все понятно. Так что же вызывает у нас депрессию со стороны мышечных петель, мышечной петли? Что у нас вызывает такое состояние, которое приводит к формированию кола между лопаток? А такое состояние у нас вызывается слабостью фундального отдела желудка. Что такое фундальное отдел или фундаментальный отдел желудка? Это большая кривизна желудка, которая себя неправильно ведет, потому что вы неправильно питаетесь. А вы неправильно питаетесь, потому что вы ленитесь правильно питаться. А почему вы ленитесь правильно питаться? Потому что вы не вовремя ложитесь спать, и не вовремя просыпаетесь. Отодвигаете время энергетического накопления для каждого органа, для каждой энергетической системы. И когда у нас происходит перебой в этих системах, то же самое получается у вас в организме. То, что мы называем в быту. То, что мы называем в быту коротким замыканием. У нас происходит формирование короткого замыкания, и появляется ощущение кола между лопаток, в первую очередь. Почему это происходит? А это происходит, я вам уже объяснил, почему. Ну, как следствие, как следствие изменений со стороны желудка, фундального его отдела. Как следствие является то, что желудок начинает, начинает принимать такую вот форму утки, сидячей утки. Вот мне тут жена подсказывает, дает вот такую штуку, чтобы я вам показал. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, желудок. Видите? Желудок. Вот эта часть называется фундальная, или большая кривизна. А что же у нас отвечает за такое состояние? Именно того, что наш желудок начинает принимать форму сидячей утки. А все очень просто, потому что у нас нарушается отток желчи и отток панкреатической жидкости. У нас формируется отек сфинктера ОДИ, то есть это вот это самое место, куда у нас поступает справа желчь, а слева панкреатический сок. И двенадцатиперстной кишке ничего не остается делать, как вызывать состояние спазма. Нарисовали дальше картину? Сформировался спазм здесь, желчь остановилась, а желчь у нас выполняет функцию движителя, мышечно-сухожильная функция в организме. Диафрагма начинает блокироваться, диафрагма начинает блокироваться, происходит паралич кратковременный, но тем не менее, мышечных связок, мышечные петли грудной клетки и появляется состояние колы. Как мы можем быстренько от него избавиться? Да очень просто. Вспомним нашу авторскую доктору картинку точку доктор желчи. Раз! Появилось ощущение колы между лопаток, у вас появляется уже желание выправить спину, потому что с чем это связано? Это связано с тем, что центр, который дыхательный, контроль дыхания, на котором находится, он распространял кровотном мозге. Он рефлекторно заставляет вас распрямить грудную клетку. Помогите ему, этому центру. Не нужно для этого брать шуруповер для того, чтобы сделать себе дырочку в голове. Вот, найдите точечку доктор желчи. 20 секунд слева, если вы левша, 20 секунд справа, если вы правша. Потом поменялись местами. Вы уже чувствуете облегчение. А для того, что я имею ввиду облегчение дыхания, но кол еще продолжает там торчать. Осиновый, неосиновый, все зависит от того, как вообще вы по жизни. Кто вы? Не оставляете ли вы запах серый после себя? Но это не имеет отношения к колу между лопаток. Итак, сделали точки доктор желчи. А потом, что мы с вами делаем? Да очень просто. Мы с вами делаем упражнение верхнее братство колец. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Соединили большие указательные пальцы ваших ладошек. Соединили их между собой. Вывели максимально над головой. Максимально над головой. Глубоко вдохнули. Резко выдохнули. И не дыша 5 секунд, попытались разорвать. Вдохнули. Это от меня запах серый. Значит, инквизит они где-то недалеко. Вот сделайте то, что я вам показал. Сделайте то, что я вам посоветовал. И обязательно напишите о своих впечатлениях. Это очень важно и для вас, и для нас. Потому что на ближайших трём дневном марафоне, посвященном фонтану энергии, мы обязательно будем разбирать ваши впечатления. А как раз таки, состояние кола между лопаток является одним из самых инвалидизирующих. Не только психику, но и физику. Потому что мы теряем кислородное обеспечение сосудов. Будьте здоровы. Ссылка под этим видео. Не допускайте, чтобы вам какая-то гадина вбивала кола между лопаток. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.